Друзья, всем привет! Сегодня мы получили очень интересную задачу на тему переменный ток. Переменный ток, он очень часто встречается на едином национальном тестировании, поэтому давайте попробуем его решить. Цепь переменного тока состоит из соединенных между собой резистора с сопротивлением 4 Ом, потом идет катушка с сопротивлением 105, и конденсатор с сопротивлением 102. Ага, определить коэффициент мощности цепи, если сила тока изменяется по такому закону. Хорошо, смотрите, если нужно будет нарисовать рисунок, он выглядит следующим образом. Активное сопротивление, то бишь резистор, затем катушка с сопротивлением XL, после него идет конденсатор с сопротивлением XC, и здесь нужно обязательно поставить знак переменного тока. И рисунок будет примерно такой. Когда вы где-то слышите переменный ток, вы должны сразу же вспомнить про прямоугольный треугольник, потому что все три сопротивления относятся друг к другу как прямоугольный треугольник. Смотрите, я нарисую сейчас прямоугольный треугольник, вот он, где вот этот катет всегда будет обозначать активное сопротивление R, а вот этот катет будет всегда обозначать разность сопротивления катушки и конденсатора, то бишь XL минус XC. А гипотенуза – это полное сопротивление, которое обозначается буквой Z. И теперь нам нужно найти по условию задачи коэффициент мощности цепи. Что такое коэффициент мощности цепи? Это косинус, черт возьми, это косинус φ. Что такое φ? φ – это сдвиг фаз, который находится между R, R и Z. Хорошо. И теперь, чтобы найти косинус острого угла в прямоугольном треугольнике, это отношение прилежащего катета на гипотенузу, где прилежащий катет у нас активное сопротивление R, а полное сопротивление Z будет гипотенузой. Полного сопротивления нет. Теперь, R у нас есть. Он равен чему? 4. Так, XL минус XC тоже есть. 105 минус 102. Получаем 3. Это прямоугольный треугольник. Значит, можно использовать теорему Пифагора. По теореме Пифагора Z будет равен 5, да? Или Z равно R в квадрате, полное уравнение. Далее, XL минус XC в квадрате. Все это дело под корнем. То бишь, Z равно, где R у нас 4 в квадрате 16, плюс 3 в квадрате 9, 25. Из-под корня выйдет как 5. Мы нашли полное сопротивление. Значит, косинус Фи будет равно R4, Z5. 4 в пятых это 0,8. Все? То бишь, коэффициент мощности Цепи равен 0,8. И все. А если у вас просят сдвиг фаз, то бишь, угол, чему он равен? Здесь найдем угол Фи. Фи будет равно... Черт. Это ARC косинус 0,8. Так. Чему он будет равен примерно? Так, сейчас, 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 сейчас. Косинус 30 это 0,866. Косинус 45 это 0,7. У нас 0,8. Значит, примерно будет 30... Ну, угол между 35 и 45 градусов. Так. Ну, где-то будет, наверное, 35, что ли, примерно. Давайте возьмем. 35 градусов. А там можно уже в калькуляторе найти или в гугле без разницы. И все. Задачу мы с вами решили. И если у вас, допустим, спросят мощность, вы будете его находить следующим образом. P мощность. П мощность. Это произведение силы тока на напряжение и косинус Фи. Где А и У у нас неизвестны. Значит, вместо А я могу подставить максимальное значение на корень 2. Вместо У могу подставить максимальное значение на корень 2. И косинус Фи у нас останется. Так. Косинус Фи. Численное значение есть 0,8. А максимальное тоже есть. Потому что, если вот эта зависимость силы тока от времени, i равно i максимальная синус омега t, где максимальное значение силы тока это 2 А, вот мы видим, и омега циклическая частота у нас 100 π радиа на секунду. Значит, максимальное значение силы тока есть, но нет максимального значения напряжения. Черт! Что мы делаем? Мы вспоминаем закон Ома для переменного тока. Закон Ома для переменного тока имеет следующий вид. i максимальное равно u максимальное деленное на z, где z это и есть полное сопротивление данной цепи. Значит, u максимальное это произведение i максимального на z, где i максимальное у нас есть 2 А, так z тоже есть, потому что мы его здесь уже нашли. Отлично! Значит, максимальное напряжение будет. Максимальная сила тока это 2 А, умноженное на 5, получаем 10 В. И все! Значит, p равно 2, умноженное на u максимальное 10, корень 2 на корень 2 получается просто 2, косинус φ это 0,8. Двойки можно сократить, вот эти нули сократить, и получаем 8 В. Все! Мощность данной цепи будет 8 В. А коэффициент мощности будет 0,8. Итак, у меня на сегодня все. Я надеюсь, этот видеоурок был для вас очень полезным. Поэтому, если вам понравился этот видеоурок, пожалуйста, ставьте палец вверх, пишите комментарии. Всем добра! Пока!